Данный сюжет выходит в рамках реализации проекта «Каждому приморцу достойную жизнь». Женщины, находящиеся в декретном отпуске, имеют возможность пройти профессиональное переобучение, повысить квалификацию, получить новую профессию. Специальная программа государственной поддержки позволяет это сделать молодым мамам в период ухода за ребенком. Проект реализуется через городской центр занятости населения. Всю работу коренная жительница Фокина Анастасия Манохина проработала в сфере торговли. Однако после рождения третьего ребенка женщина решила кардинально поменять направление своей трудовой деятельности. За помощью она обратилась в городской центр занятости населения и не пожалела об этом. Так получилось, что с работой там немножечко были проблемы. Я обратилась в центр занятости, хотела искать новую работу. И пока ожидала очередь, я увидела объявление, что набираются желающие мамы, которые находятся в декрете, прийти отучиться на курсе. Специалисты центра занятости предложили Анастасии пройти бесплатное профессиональное переобучение по программе содействия занятости населения Приморского края. Именно эта программа позволяет молодым мамам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, повысить свой профессиональный уровень, подготовиться к переаттестации и даже получить новую профессию. На основании этой программы входят определенные направления, которые оказывает центр занятости по городу Фокина безработным. Это получается направление как социоадаптация граждан, психподдержка граждан, также оказание профессионального дополнительного образования, переквалификация безработных получается. Также программа входит в трудоустройство выпускников, то есть именно 18-20 лет, которые имеют среднепрофессиональное образование и которые впервые ищут работу, мы помогаем их устроить. С начала этого года по программе господдержки молодых мамочек уже прошли обучение 5 женщин. Учеба проходила на базе Дальневосточного судостроительного колледжа в городе Большой Камень. В приоритете у возрастных студентов оказались такие профессии, как бухгалтер, менеджер по кадрам, парикмахер, повар, специалист по маникюр-дизайну. Обучение вообще великолепное. У нас было 12 занятий по маникюру, то есть обучают маникюр сперва основное, то есть теория и потом практика. То есть практика, получается, все занятия практически ты занимаешься. И потом следующий курс моделирования ногтей тоже, опять же, 12 занятий, практика, экзамены, все как по-настоящему. А сколько всего продолжается обучение? Два месяца. Два месяца вы ездите в Большой Камень, учитесь и получаете диплом свидетельства. В окончании курса по маникюру и на выходе вы маникюрщица второго разряда, то есть вы можете устраиваться в салон. Вот, очень все доступно объясняют. Мне понравилось, что, во-первых, материал предоставляют, на котором ты учишься тоже. Вот, центр занятий оплачивает это все, то есть все курсы. Три года декретного отпуска – большой срок. За это время могут измениться условия труда, требования работодателя. В любом случае, длительный перерыв в работе снижает уровень профпригодности специалиста. Единственный выход – подучиться. Анастасия Монохина в этом преуспела. После окончания профессиональных курсов она устроилась на работу в один из косметических салонов города. Я в свое время сама профессию поменяла буквально. Ну вот, просто взяла и поменяла. И поэтому не побоялась человека взять. И хочу посоветовать другим, не бояться идти учиться в жизни, что-то менять, приходить и работать. Не все мастера, те, которые профессионально там могут 20 лет работать. И вот вроде бы это профессионал. Может человек совершенно немного работать, но многое умеет. Потому что, ну, бывает это просто дано человеку. Поэтому, ну, Анастасия очень способная. Она очень старается. И, ну, я довольна очень. Специалисты Вокинского центра занятости населения продолжают работу по одному из приоритетных направлений программы по снижению напряженности на рынке труда. В настоящее время уже совершен набор желающих повысить свой профессиональный уровень на второе полугодие. Сейчас у меня также направление, вот, одна у меня хочет обучиться именно в партизанский медколледж или медучилище там получается. Именно подтвердить сертификат, чтобы дальше выйти на работу. Две у меня также идут на 1С и там повар и все такое. Новые возможности по получению дополнительного образования усиливают социальную защищенность женщин, увеличивают их конкурентноспособность на рынке труда, помогают мамам успешно совмещать родительские обязанности с профессиональной деятельностью. Обучение в декрете – отличный вариант для женщин, думающих о своем карьерном росте.